МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Центральный регион. Программа о Минской области и ее людях, которыми вправе гордится вся страна. Меня зовут Ольга Лелюкова. Сегодня пункт назначения нашей программы Греск. Зеленая и уютная деревня в Слудском районе с историей в пять веков. Уже 12 лет в местной детской школе искусств преподает удивительно талантливый и скромный учитель Александр Салтовец. Его имя знакомо многим не только в районе и не только в нашей стране. Чтобы увидеться с художником, небольшой поселок ценители искусства приезжают даже из-за границы. А в этом году Александр Салтовец стал человеком года Венщины. Сегодня нам предстоит узнать, за что учитель изобразительного искусства удостоен такой чести. Но сначала по традициям визитка деревни Греск. Если вы увлеченный путешественник или просто любите бывать в новых интересных местах, обязательно загляните в деревню Греск Слудского района. Нужно проехать 90 километров от Минска или чуть меньше 20 от Слудска. Греску уже больше пяти столетий. Впервые его название было упомянуто в летописях 1480 года. Во время Великого княжества Литовского здесь стоял деревянный замок. Был там и гостевой дом. В народе бытует мнение, что имя свое деревня получила благодаря сельхозпристрастиям местных жителей. Будто бы в стародавние времена большинство населения этих земель занималось выращиванием гречки. Но есть и другое предание. Якобы самый большой доход местным предприимчивым селянам приносили грецкие орехи. Практически у каждого хозяина в поселке росли такие деревья. Так и стали называть местечко Грецк. А после Греск. Существует еще одно предположение, что имя деревня получила благодаря названию реки Ореса. Сегодня Греск – административный центр сельского совета. В 2005 году в деревню провели газ, а еще через 4 года она получила статус агрогородка. В поселке живут почти 1800 человек, а это 730 семей. В средней школе учатся больше 200 юных грещан, а таланты развивают в детской школе искусств. Кроме того, здесь работают участковая больница, библиотека, дом культуры, комбинат бытового обслуживания и почтовое отделение. В 2001 году в поселке открылась реконструированная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В храме уже 7 лет хранится мироточивая икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». Поклониться святыне приезжают паломники не только из Белоруссии, но и из дальнего зарубежья. В нашем храме вот уже в этом году исполняется ровно 10 лет. 12 октября исполняется 10 лет, когда эта икона, мироточивая, неупиваемая чаша, была перенесена по богословению митрополита Филарета в наш храм. Сама икона была привезена одной жительницей нашей деревни Серпухова. И вот когда она привезла ее к себе домой, в ее доме она замироточила. Но потом она отдала нам ее на храм, и в настоящее время всегда находится в нашем храме. Всегда совершаем послебожественную литургию, она выносится сюда, на середину храма, и совершается служим молебен перед этой иконой. На иконе вы видите дары, братья и сестры, о том, что видите, сколько уже подвесок. Это есть такое обычае христиан жертвовать на икону свои, так сказать, украшения в дар, в благодарность Божьей Матери или какому-либо святому. О чем это говорит? О том, что эта икона помогает людям в своих нуждах и бедах. Перед этой иконой мы молимся от недуга пьянства, молимся, а также церковь возносит молитву тех, кто страждет наркоманией, табакокурением. Практически постоянно узнавая о том, что в нашем храме есть эта икона, многие люди приезжают к нам в храм, чтобы преклониться вот к этой мироточивой иконе. Не так давно на звоннице храма установили 4 колокола весом 4, 8, 16 и 32 килограмма. Весь комплект был отлит на пожертвования прихожан и паломников, приезжающих поклониться мироточащие иконе. Прогуляться в Греске можно по 22 улицам. Приезжих заинтересует земляная насыпь в центре деревни. Это древнее городище 10-13 веков. Ученые предполагают, судя по фундаментам и подвалам, которые остались на этом месте, что здесь когда-то стояла церковь или костел. Обязательно нужно заглянуть в Греске в музей сельского быта под открытым небом. Его создал местный житель, собрав различные предметы старины. Буйство цвета, пестрый калейдоскоп образов, фейерверк, чувств и мыслей. Таков мир художника Александра Салтовца. На грани слез и радости, сказки реальности и недосягаемой тайны. Уже прошли 14 персональных выставок мастера. Его работы хранятся в частных коллекциях в Италии, Канаде, США и многих других странах. Но сам художник признается, его мечта выставить свои картины прямо под открытым небом, чтобы любой прохожий смог увидеть и попробовать понять его мир. С портфельми в припрыжку и красками в кармане. Каждый день в Гресскую детскую школу искусств пишат 99 мальчишек и девчонок. С завидным упорством они осваивают непростое художественное ремесло – живопись. В списке любимых жанров – пейзаж. Самые красивые виды родной деревни. Если у тебя свет попадает, то давай здесь светлее делай. Вот под такой цвет, салатового больше сюда. Внутри здесь темнее, сюда свет, Юрий, набирай желтого. Я когда первый раз перешагнул порог школы и увидел, с детьми начало работать, мне это так понравилось, захватывает. И я даже у них тоже многому учусь. Мне хочется, чтобы ученики лучше меня рисовали. Даже если кто-то и не станет, не свяжет профессию с искусством, я думаю, что любовь к живописи, к рисованию, к природе, я их часто на природу, вот любовь к Белоруссии, нашей красивой природе, вот поля, эти леса, и они все это видят, они не пройдут. Вот небо всегда смотрю, чтобы они замечали все это. Я думаю, останется все равно у них это все, любовь к этому, они будут понимать. И мимо картины какой-то уже не пройдут просто так, как посмотрят на них. Мне хочется, чтобы вы рассказали о ваших детях, о их талантах и о их характерах, то есть все вот, которые здесь сидят. Ну, талант должен, я думаю, открыть учитель в них и привить любовь к рисованию. Вот из маленьких детей вырастить уже больше, больше. И вот видишь с каждым годом, как они растут, вот их рисунки хранятся первые у меня, потом они смотрят им уже как-то, как мы так вырисовали, потом в возрасте, все, вот, и воспитывать их с годами, все, выращивать это все. А сколько вы преподаете уже в этой школе? Наверное, 11 лет где-то я уже здесь преподаю. Так, подождите, я не могу понять, вам 32 года, и вы 11 лет здесь уже преподаете. То есть, получается, вы не успели закончить сами. С 2000 года я преподаю здесь. Мне нравится жить в деревне. Вот сейчас даже у меня стоит машина, ключи в машине, открытые форточки, все, я даже не замыкаю в своей деревне машину, не знаю, что это такое. Мне нравится жить, идешь на работу, 20 раз с кем-то поздороваешься, все. Что помогает вам вот здесь находить вдохновение, творить и писать такие удивительные картины? Жена, конечно, помогает. И вообще, все, мне кажется, что я создаю для нее, хочется удивлять. Я никогда не писал и не задумывался, как это, о каких-то деньгах или о чем-то. Это невозможно, наверное, писать. Я пишу так, как мне нравится, как я хочу это увидеть. Уехали за рубеж картины ваши? Многое. Канада, Америка, Италия. Для меня номер один художник – это, конечно, Рембрандт. Очень я его люблю. Бывают вкусы меняются, что-то уходит, но Рембрандт для меня остается как бог. Все для меня высшее, что может, это Рембрандт. Мне кажется, надо несколько жизней прожить, чтобы так рисовать как-то. Вот это гений, высота, на которую равняться надо. Когда вот он был школьником, меня познакомили учителя средней школы, с ними показали его работы. Появилась мысль открыть в школе художественное отделение. Мы нашли педагога, и с 1 сентября открыли отделение, где он был первым нашим учеником. Вот он окончил, получил образование, вернулся к нам педагогом. Ему нравится тоже жить в деревне. Вот этот ритм неспешный, вот этот чистый воздух. И потом, вы знаете, что мы для себя определили такое направление. Мы же здесь живем и работаем. И стыдно делать это плохо. Надо всегда делать хорошо, потому что рядом человек, который с тобой живет, всегда подведет итог твоей работы. И маленького этапа, и уже итогового большого в конце. У нас больше половины коллектива, наши выпускники нашей школы, это наша традиция. Мы пополняем свой педколлектив своими же выпускниками, или же теми специальностями, которые мы бы хотели расширить. Мы всегда рады нашим. Это приоритет для нас, в выборе преподавателя. Вот у меня спрашивали сегодня, есть ли у него какая-то методика преподавания, или как он это делает. Я говорю, это делает он естественно. Вот как мазок кисти, незаметный, вот чуть-чуть, и уже картина заиграла. Точно так же он учит своих детей. Вот подскажет, где-то подхвалит, где-то только головой повернет кивком. И у него получается. Это дар, наверное, у него такой. Саша удивительно скромный, чистый души человек, очень светлый. Вот он у нас, свет в нашем коллективе. Он как лакмусовая бумажка. Говорят, что на детях проверяют хорошо, какой человек, темный или светлый, какие у него мысли. Вот Саша сохранил вот эту, может быть, невинность где-то, или наивность вот свои годы. Я думаю, что это его даже стержень, его направление, он с этими останется. Но вы видите, что у него сейчас как раз взлет в карьере. Да, у него пошел творческий рост. И, может быть, это даже не просто какой-то... Это, скорее всего, даже, что это не резкий скачок или всплеск. А это итог его кропотливой работы последних 12 лет. Потому что вот у нас он работает 12 лет. За последние 7 лет у него состоялись 13 выставок. Это очень напряженный труд. И он пишет не потому, что к какой-то грамоте или к какому-то конкурсу. Он это делает все время. Он с этим живет. Оно ему и во сне приведется, и во время работы. У него всегда на столе, даже во время урока, лежит листочек. Он делает какой-то набросок. Вот пришла мысль. Его вдохновение. Он поделится и с детками. Он сделает, выполнит то, что ему надо по работе. И оставит для себя какую-то зарисовочку, которую он может быть вечером или даже ночью, когда все лягут спать, сможет воплотить уже в холсте. Какое время суток идеально для рождения сказки? Нужна ли художнику верная муза? И тяжело ли делить быт с человеком творчества? Об этом узнаем через несколько минут после обзора самых значимых событий жизни региона на этой неделе. Дружба, подкрепленная экономикой. Договор о сотрудничестве подписали руководители Советов депутатов Минщины и Луганской области Украины. Столичный регион готов поделиться с коллегами позитивным опытом в сфере самоуправления. Договор поспособствует укреплению экономических и культурных связей регионов. Решить проблему губернатор Борис Батура провел прием граждан в Мядельском районе. Руководитель области выслушал 10 человек. В итоге всего за час были решены вопросы местных жителей об отсутствии нормального водообеспечения, срывов сроков строительства жилья, усовершенствований городской инфраструктуры. Лечение класса люкс. В Жодино открыли новый терапевтический корпус городской больницы. Сегодня здесь работают три отделения. Кабинеты оснащены современным оборудованием, обустроены палаты повышенной комфортности, с холодильниками и компьютерами с выходом в интернет. Метры особой значимости. Социальный дом построят в Клецке. 40 квартир здесь возведут за счет госбюджета. Новоселами уже в будущем году станут дети-сироты. Радивилловские традиции. До конца года в Беларуси возродят производство слуцких поясов. По поручению президента, изготовлением старинных аксессуаров, заняты мастера Слуцка. Единение и любовь. В Слуцке выбрали лучшую многодетную семью Минской области. Участники удивляли жюри своими творческими способностями. Родители и дети представляли свои визитки, участвовали в интеллектуальных играх, конкурсах сочинений и рисунков. Победу одержала семья Нехайчик из Смолевического района. «Майский вальс» – первый открытый региональный фестиваль песни на призы Игоря Лученка прошел в Мариной Горке. В вокальном конкурсе приняли участие как заслуженные коллективы, так и начинающие артисты. Фестиваль также собрал гостей из России, Армении, Молдовы, Украины и Латвии. «Риск» плюс воля к победе. Шесть новых рекордов установили юноши на республиканском первенстве по пожарному спорту. Соревнования прошли в Борисовском районе. Преодолевали стометровую полосу препятствий и поднимались по штурмовым лестницам более сотни участников со всех регионов страны. Вы смотрите «Центральный регион». Герой нынешней программы – Александр Салтовец. Учитель по классу изобразительного искусства Грецкой детской школы искусств. Невероятно талантливый художник-сказочник. Что помогает художнику бесконечно черпать вдохновение вновь и вновь шагать из мира в мир, из сказки в реальность. У нашего героя гармонично существуют две вселенные – его творчество и его дом, где он живет со своей женой Натальей, тоже учителем детской школы искусств, и сыном Стефаном, который уже под руководством папы создает свои маленькие детские шедевры. Место, где творит художник. У нашего героя, к сожалению, пока нет собственной студии. Его мастерская разместилась в кухне трехкомнатной квартиры. Там по ночам он делает осязаемыми свои сны. И сегодня мы попробуем попасть в мир сюрреалистических фантазий. Мы знакомы с детства, потому что мы жили в одной деревне и знали друг друга с детства. Поэтому такого вот спонтанного знакомства как бы не было, но более близкое знакомство у нас произошло, когда я училась в музыкальной школе, а он был практикантом, он пришел на практику. Ну и вот мы начали общаться. Первое мнение у меня о нем, что он такой вот скромный человек, загадочный. То есть вот это сразу бросилось в глаза. То есть он притягательный. А еще когда женщина узнает, что мужчина художник, это вообще сбивает с ног. Вы знаете, мне всегда журналисты задают один и тот же вопрос. Легко ли вам жить вот с этим человеком? Вы знаете, сразу даже с толку как-то сбивается. Потому что живем мы уже больше 12 лет, и так вот, чтобы задуматься об этом, легко ли жить там, хорошо ли. Ну, конечно, если подумать над этим вопросом, то это все-таки, может быть, это и не совсем легко, но это безумно интересно. Потому что, ну, если же говорить о бытовых каких-то проблемах, то, конечно же, я взяла их в свои руки. Я не хочу, чтобы человек, который создает прекрасное, занимался еще чем-то вот бытовыми вопросами. Поэтому я стараюсь его ограждать от этого. Саша пишет свои работы ночью, и работает он ночью. Ну, я думаю, это обусловлено тем, что, во-первых, никто не мешает. Во-вторых, вот художники часто в ночах видят нечто прекрасное, какая-то им магия. Вот он, я часто наблюдаю тоже. Вот он сядет, цоловьев послушает, на луну посмотрит. Вот это ему способствует. Никто ему не мешает, он здесь в мире своем. Еще я говорю часто очень художникам, рассказываю о том, что все картины являются, можно сказать, его детьми. Потому что каждую он выстрадал, выносил себе, пережил, перенес. Еще вот, когда у нас в Минске было открытие, я рассказывала тоже. Выставки. Открытие персональное, то я рассказывала уже такую историю, что Саша, когда курит, он на кухне здесь, в своем мире. И вот обязательно, когда он садится курить, вот у него прям такой, вот он берет этих детей картин, обязательно ставит их по кругу. Да, и это происходит. Он никогда не курит один, вот он курит с собеседником. Его собеседником является обязательно его картина. Поэтому вот я так и говорю, что вот у Саши не один сын, а вот много детей, и все это его картины. И можно сказать, даже и не дети, а друзья его близкие, вот обязательно, с которыми вот он беседует. Обязательно, когда он написал картину там, он вот над ней, нужно курить, подумать. Когда он с ним расстается, тяжело это происходит? Да, да, расстается он со своими картинами тяжело, потому что, когда он, во-первых, что-то делает, то Саша доводит это до конца. То есть все его картины, это уже хорошо продуманная, хорошо сделанная им работа. И, конечно же, делает он обязательно для себя, как для себя, потому что, я не знаю, говорил он об этом или нет, если пишешь картину для кого-то, то ты, знаете, можешь что-то не доделать, как говорится, спустя рукава это делает, да? А он делает каждую картину как для себя, как для своих потомков. Поэтому сделано все от и до, скажем так, да? Ну, конечно же, жалко расставаться со своим творением. То, что ты выносил в себе, сделал, конечно же, тяжело. А вы не ревнуете его к тому миру, в котором, в общем-то, он так любит бывать? Вы знаете, не ревную. Почему? Объясню. Потому что Саша меня, то есть активно в этом участвую я. То есть он, если написал картину, то он обязательно вот говорит, иди посмотри, что ты скажешь на это. То есть мы обязательно в этом месте. Ну, ревновать можно к чему? К тому, что у тебя его забирают, да? У меня не... То есть я ни с кем, ни с чем Сашу не делю. В этом мире живут необыкновенные герои. Музыканты со странными инструментами, волшебники в фантасмагоричных костюмах, шуты, акробаты, мужчины в вычурных камзолах и даже дамы в платьях-замках. В этом мире найдется место всему. Но только не злу. И только не безумному ритму жизни. Я всю жизнь рисовал, не зная, что это такой художник. Но когда я уже увидел все, я просто знал, что я ничего другого. Я только с рисованием свяжу жизнь. Ну, потом я вообще начинал с пейзажа. У меня машина, это передвижная мастерская. Я еду по полям, незнакомые места, деревушки. Все это вот когда-то рисовал. Это все вот у меня было. Пейзаж. Очень любил это все. И зимой дождь идет какой-то. Но в душе было, что я нечестен. Потому что пейзаж, люди видят. Они уже существуют. Это уже создано. А мне хотелось из себя что-то такое создавать самому. То, что не видно. А свое кусочек внутри чего-то. Мне как-то не важно, где рисовать. Я могу в зале, на кухне, на улице. Весь мир это моя мастерская. Один придет, вот я бы здесь сделал так. Второй художник придет, покажет. Я бы сделал так, вот так. Все мнения. Ты должен сам себя находить, сам свое делать. Мне хочется вот где-то вот по таким пейзажам, чтобы ехали вот на таких машинах, такие барабанщики. Над нашей какой-то белорусской деревней летела вот такая вот девушка с зонтиком. Чтобы вот это я все вижу. Просто передаю на холл, чтобы это еще другие видели. Какой работой своего любите больше всего? Я надеюсь, что я никогда не напишу еще свою любимую работу. Если я написал эту работу мне два года назад, три я ее написал, и она остается моей любимой, значит, нет роста. Значит, и все остановился на одном месте. Поэтому, надеюсь, не будет ее этой работы лучше. Вот образ «Ледяного царства» мне пришел 10 лет назад, когда я какую-то картину писал. И просто на палитре, разложенной краской, он у меня вспыхнул. И вот сюжет «Ледяного царства», он у меня повторяется. Вот уже серия этих картин. Это, наверное, уже 15-я или 16-я картина. Но они все разные в одном, ну, просто в таком стиле. Ну, и такие вот картины от Минска до Канады, Ванкувера, от России, Латвии. Вот очень много таких вот. Где-то вот они уже, эти «Ледяное царство», вот всегда пишу для себя эту работу, хочу себе оставить. И она уходит, уходит. Все время это «Ледяное царство», вот от меня уходит. А не прикидывали, хотя бы приблизительно, а сколько написали уже картины? На 300 сбился, но это было давно. Ну, пробовали считать. Ну, как-то тогда давно. А сейчас нет. Уже не давно. А когда было 300? Ой, лет 5 назад. Я работаю ночами, до 7-8 утра. И вот я пишу. И первый критик у меня – жена. И как она вот проснется, оценит. И это для меня самое важное ее мнение. Вот очень важно. Вот как она… Если ей не понравится работа, ну, или как-то. Я сначала, конечно, так. Потом я понимаю, да, все-таки она была права, и, как правило, этой работы уже нет. Что значит «не будет»? Ну, не просим. То есть вы ее не переделываете? Ну, я ее уничтожаю. А хотели бы, чтобы, в общем-то, ваш сын, когда вырастет, создавал что-то подобное? Конечно. Вот, с одной стороны, хотелось бы. Но потом подумая, сколько ему предстоит того, что еще и мне предстоит, и уже было всего вот этого, вот муки творчества. Вот человек пошел на работу, пришел и забыл там все, домашнее все. Тут невозможно заснуть. Бывает двое суток. Вот ты ложишься утром спать, писал, все, оно вспыхнуло, картина новая. Ты не заснешь никогда, ты будешь следующие сутки работать. Вот, не знаю, хотел бы я либо такого сына, ну, чтобы мой сын так делал. Вот, не знаю. В чем вы видите смысл вашей жизни? Работать, писать, и чтобы гордилась моя жена и сын. Вот и все. Конечно, я горда за него. И безумно радуюсь его победам, потому что это наши общие победы семейные. Таким сегодня мы увидели сказочный мир невероятно талантливого художника из деревни Греск Саутского района, учителя местной детской школы искусств Александра Салтовца. Новая история, иная судьба в следующей программе. До встречи в Центральном регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова